Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пчу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со всеми мы будем снимать для вас видео. В поездке не успеваю, как говорится, снимать видео-гадание на февраль. Что ждет России? Вкратце информация. Все, что я скажу, естественно, мы домыслы фантазии, мы знаем, в какой мы странной находимся. Первое, что мы видим, что внутри России какая-то идет борьба. То есть, похоже, народ начал что-то очухиваться или что-то подозревать. Из-за этого происходит какая-то внутренняя борьба. По этой карте мы видим, да, что будет какая-то атака народа. Не знаю, может какие-то восстания. Я сейчас предполагаю, да. То есть, какая-то борьба внутри народа происходит против обычной власти, возможно, еще что-то, да, каких-то начальников, высокопоставленных людей. Причем мы видим, это будет постепенное восстание какое-то. Я не знаю, что это за восстание, но тут реально, то есть, какое-то сопротивление, возможно, каким-то законом, еще что-то, да. Дальше мы видим, что многие люди хотят каким-то образом свои деньги спрятать или сгасить, или, может быть, налоги не платить. То есть, какой-то хитрый план, как уйти от налогов, что ли, люди предполагают, или, возможно, экономия, или, возможно, денег в феврале будет настолько мало, прижмет страну, что придется, как говорится, так плохо видно, вот, что придется каждому человеку экономить и думать, что важнее, на что потратить. Здесь мы видим юридические разборки, то есть, предстоят именно в феврале очень много юридических разборок. Каждому человеку придется в феврале заняться юридическими делами, изучить законы и понять, какие они фальшивые, какие настоящие, на кого они действуют, кто их вообще из властей, возможно, соблюдает, а кто не соблюдает. И по этой карте мы видим, что нужно подготовиться, потому что, если вы безграмотный в этой области, любой человек юридически вас будет просто гнобить, просто чего-то лишать и обманывать, пользуясь этим. Поэтому нужно подготовиться к этим, тогда вы сможете уже сопротивляться, как-то выживать, так сказать, в новом мире. Здесь период какой-то мести, то есть, в России как будто сейчас обостряются какие-то внутренние видовые конфликты, может быть, с эмигрантами, еще с кем-то. То есть, какие-то внутренние конфликты, которые зреют как месть. То есть, какие-то люди что-то не получили, и теперь начинают они месть. Плюс какие-то медицинские эксперименты, которые сначала говорили, что типа хирургия, это неважно, но теперь что-то вылезло, и начинают постепенно-постепенно бизнес на врачах, или, возможно, даже медицина разваливается, и сейчас начинаются вылазить вот эти все дефекты наружу. Следующее мы видим, что почему-то власть заинтересовалась частным бизнесом, чужим бизнесом, и теперь как будто налоги растут на этот бизнес или на личные дела. То есть, каждые люди занимаются как-то, чтобы выжить, какими-то новыми делами, какими-то разработками, что-то выдумывают, придумывают, и они начинают понимать, что у них почему-то не получается здесь выжить в России, да, у этих бизнесменов. Такое ощущение, что бизнесмены начинают переводить все свои, может, активы, или как там, да, за границу куда-то. Здесь мы видим какие-то советы опытных женщин. То есть, вообще, российским гражданам нужно прислушаться к опытным, умным людям. То есть, довериться чужому опыту. Не то, что вам треплят, говорят и запугивают, и так далее. Не болтунам довериться, а именно довериться людям, которые реально прошли какой-то хороший путь и чего-то в жизни добились. Причем здесь мы видим каким-то образом эта карта именно фигурирует и говорит, что именно коснется что-то женщин, что-то, может, какой-то закон в феврале, как говорится, примется насчет женщин или коснется семей, да, и придется принимать какие-то действия, чтобы защищать свою семью и детей. Так, стоп, чтобы не сбиться с счетом. Иллюзии отмечания. То есть, по сути, сейчас кто-то пытается Россию сплотить. То есть, по сути, сам народ пытается сплотиться без почему-то власти. Мы видим, да, здесь властных людей мы не видим по этой карте. Вот, мы видим, что по этой карте начинает народ сплачиваться, да, между собой. Может быть, там, с Украиной, не знаю, да, но начинает между собой сплачиваться. Разные народы начинают понимать, что что-то им угрожает. Непонятно почему. Но мы потом поймем, видать, как раньше смотрели по картам, да. Здесь мы видим, что процесс какой-то растет. И народ, как будто отдельно от государства, что-то выдумывает, что-то придумывает там между собой. Вот. Может быть, отделяться собираются какие-то, как говорится, народы от России. Возможно такое. И это как будто даст какой-то силу вот эту, да. И поэтому придется запугивать, но всех не запугает. Вот по этой карте мы видим, что на все народ не могут повлиять. То есть, что-то такое зреет именно. Причем накатано, накатано, и это как будто дает им победу. Здесь мы видим разделение России каким-то образом. То есть, процесс запущен какой-то. Кто-то что-то запустил. Может быть, какие-то протестные действия. Не знаю. То есть, кто-то против чего-то шел, каких-то законов. И теперь в России происходит то, что пытаются разделить кого-то. То есть, разделение очень интересного типа будет. То есть, мы видим, да. То есть, здесь с одной стороны пытаются народу навязать какие-то законы, немного не подходящие к народу, да, что-то заставить народ сделать. Но по этой карте мы также видим, что народ как будто захочет что-то своего. И как будто как отделиться от чего-то. Уже второй раз, кстати, заметьте, карта выходит разделение в России чего-то. Это также может быть что-то, может быть, Украина заберет, не знаю, да. Вот. Может какую-то землю или кто-то может будет претендовать на отбор, забрать какую-то землю у России, допустим, да. Или какой-то народ отделится. Причем, это отделится настолько быстро, моментально, что власть не успеет что-то понять, что происходит. По этой карте мы видим, что это будет очень вредно соединять даже Россию с каким-то землей какой-то. Потому что, может быть, по этой карте можно видно, что Россия будет искать еще что-то, кроме Украины присоединить, еще кого-то присоединить к себе по этой карте. Но это вредно, то есть это какой-то внутри проблема России происходит. Чем больше она пытается расшириться, тем больше почему-то происходит какой-то конфликт и развал внутри. Ну что мы здесь видим? Мы здесь видим мощная пропаганда готовится, то есть людям буквально будут выносить мозг, запутывать, врать, не говорить правду, то есть что-то будет скрываться все сильнее и сильнее и глубже, глубже, глубже. То есть настоящие цели внутри России, внутри самого государства будут больше скрываться от обычных людей. И люди запутанно будут идти от государства почему-то. Ну понятно почему, как инстинкт самосохранения возможно. То есть вот эта запутанность, вот эта забитость мозгов, люди уже не доверяют никому. То есть здесь такая опасная ситуация, что народ вообще никому не верит уже, уже никому, понимаете. То есть нет такого вида человека, который там, как говорится, поддержит их, там может быть поможет как-то. То есть уже этого нет, вот этого внутреннего, глубинного. Все в состоянии стресса, все в состоянии какой-то безысходности. Причем, вы заметили, что ни разу не вылетела карта денег какая-то, да. То есть вылетели какие-то карты разделения, развала, то есть каких-то опытных людей, советы и так далее. То есть видать, есть какие-то вожаки, которые ведут народ внутри России, возможно, да. То есть здесь мы видим все только хуже, хуже запутывается. Мне непонятно почему, с одной стороны, да, то есть вроде бы таких слишком катастрофических карт не было. То есть катастрофа, кризис, все померли, такого я не говорил, да. Вот. Но мы видим, что-то зреет, что-то зреет, не зависящее от государства. Что-то государство и народ не замечает, еще какая-то третья сила, возможно, существует, которую мы не знаем, которую мы в феврале увидим, которая повлияет на что-то. Ну что ж, вот такое вкратце гадание. Вот. Всем удачи, успехов. Был от Санчу. Ставьте лайк, и пишите, пусть удачи.